Это интернет-канал Фонтанк Офис, меня зовут Надежда Мадзалевская, рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, и мы подводим итоги второй послепраздничной недели, будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь, прислушивайтесь и присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Добрый, а почему после праздничной недели? У нас праздники не закончились, они подошли к концу, к такому логическому... Еще не подошли, еще сегодня будет какая-то канонада должна быть. А вот сегодня как раз с наступающим, старым, новым годом, я считаю, что... Вообще это был финал программы. Не, ну дело в том, что, так сказать, он и финал, он и начало, потому что у нас в России праздники, они начинаются в католическое Рождество, потом подходят к апофеозу в Новый год, потом наше Рождество, так сказать, мы празднуем, и вот сегодня мы подходим к старому Новому году. И начинаем подготовку к праздникам уже мужским и женским, так что расслабляться надолго не стоит. И начинаем подготовку, да, к различным другим празднованиям, там и день интернационалиста 15 февраля, и 18 февраля по новому стилю, второй день рождения Ажура, и потом вот... В общем, не жизнь у нас с вами, а праздник. Ну давайте тогда с праздника и начнем. Историческая драма «Викинг» стала первым отечественным фильмом, который попал в общемировую десятку самых кассовых картин уикенда. Общемировую-то по миру или все-таки по России? Нет, понимаете, по России, потому что, ну, по России, по четырем странам, по четырем странам, где его успели продемонстрировать. Вот, обошел он... Четыре страны это какие? Прибалтика. Это Россия, государство Балтии. В Балтии показывали Викинга? Да, показывали его. Ну, установил фильм «Кассовый рекорд», это безусловный успех, во всяком случае, экономический, да, собрав 142 миллиона рублей в первый день проката и более миллиарда рублей за первые 9 дней показа в кинотеатрах. Я сама, к стыду, к своему картину эту не смотрела, поэтому с удовольствием послушаю вас. Я знаю, что вы... А я смотрела. А вы смотрели. А я смотрела. Поэтому вам, вам и говорить. Говорить я буду долго, значит, на эту тему, потому что мне есть что сказать. И давайте начнем. Итак, давайте начнем. Сразу скажу, чтобы не было никакой интриги. Мне фильм не понравился. Мне фильм очень не понравился. И я попробую объяснить, какие, собственно говоря, у меня есть претензии. Почему я считаю, несмотря на победнейшие какие-то реляции, которые идут, ну вот в основном с первого канала они идут. Я даже сегодня видел в программе «Время покажет», началось обсуждение в студии, да, вот, типа там вся страна спорит об этом фильме. Я не знаю, как насчет «вся страна спорит», потому что все отклики, которые я слышал, они такие. Не все даже в эфире можно привести, вот. Но по поводу, вот самое простое, давайте начнем с экономической составляющей. Вам, как экономисту, это будет полезно. Понятно и близко, да. Близко, да, значит, как в том анекдоте еврейском, знаете, когда мальчик прибегает и говорит, папа, а кто такие Карл Макс? О, Карл Макс это был великий человек, он был экономист. Как дядя Изя, нет, ну, дядя Изя старший экономист, понимаете, поэтому вот вам, как старшему экономисту, я должен сказать, что вы немножко допустили такую понятную спекуляцию, когда сказали насчет вот рекордов, насчет того, что успех, то все, пятое-десятое. Это я, не я, это я цитировала. Я не я, и я, и не экономист, и я, и не Карл Маркс, да. Значит, смотрите, бюджет фильма составлял миллиард двести пятьдесят миллионов, да, вот это рекорд. Вот это таки я вам скажу сумма, да. Кассовые сборы на сегодняшний момент действительно дали примерно миллиард, там, может быть, даже чуть больше. И, видимо, больше не получится уже, потому что уже две недели, так сказать, оно молотит. Значит, оно началось двадцать девятого декабря, еще до Нового года, и потом, значит, вот эти все праздники и так далее. И есть такой принцип, что ли, да, все знают, насколько бы хорошим не был фильм, но вот как бы все сливки снимаются в первую неделю проката, когда в кассах очереди, когда не купить билеты, когда все места проданы, когда все, кто хочет посмотреть, они посмотрели. Кто не успел посмотреть, приходит во вторую неделю, а потом, в принципе, можно уже особо не показывать, потому что вот этот денежный поток кассовый, да, он превращается в тоненькую струйку, да, и там даже в какие-то капельки, да, вот, которые, так сказать, квазенепрерывный поток капель идет, и там они уже добирают, ну, там, ну, кисонько, ну, миленькое, ну, да, еще немножко, да. И так остановимся, так сказать, на вот этой сумме миллиардов. Многие считают, что кассовые сборы, они вот компенсируют, собственно говоря, бюджет. Но забывают люди о том, что есть кинотеатры, которые говорят, минуточку, а мы-то что имеем с этого праздника жизни? Так вот, они имеют больше половины с кассовых сборов, да, и тогда получается, что с экономической точки зрения, да, вот, если мы говорим о тех, кто создавал эту картину, вот они затратили на это миллиард двести пятьдесят, а получили на сегодняшний момент обратно к себе в копилку, да, вот, так сказать, покрываем расходы, ну, примерно там полмиллиарда, скажем так. Некоторые считают, что даже кинотеатры больше себе берут, ну, остановимся на приемлемой цифре 50%, как мне когда-то, так сказать, объясняли, я думаю, что это близко. И не будем даже считать затраты на какие-то рекламу, на то, сколько стоили сюжеты в новостях первого канала, стоили они чего-то, не стоили чего-то, проходит ли это по ведомостям, так сказать, как реклама, или вот, допустим, сегодняшняя программа «Время покажет». Или завтра в субботу будет фильм о фильме, да, так сказать, вот, как говорится, две недели прошло, а резиновая бомба продолжает прыгать, да. Таким образом, получается такая интересная штука, что на сегодняшний момент возмещено народом, да, где-то полмиллиарда, получается, что 750 миллионов полновесных российских рублей, они... Ну, может быть, в этой истории деньги были не главное? Вот, и все было бы ничего, да, так сказать, если бы народ воспринял это как большую нечеловеческую радость, как если бы вот, ну, понравилось, как если бы людям дали счастье и так далее и тому подобное, да. Между тем, еще раз говорю, что вот не только я, но и среди практически всех своих... Я за вот эти две недели, ну, два положительных отклика слышал об этом фильме, и всякие... И они меня настолько удивили, что я, ну, как-то вот растерялся, неужели это может нравиться, да. Сейчас я... То есть с экономическим аспектом мы победным и невероятно успешным минус 750 лямов, так сказать, мы закончили. Ну, там потом еще будут какие-то отбои, потом будут продаваться там еще куда-то, еще там на других носителях, еще там кто-то будет скачивать в интернете, будут продаваться на какие-то региональные телекомпании, но это уже кошкины слезы на самом деле, конечно. Поэтому он не окупился, и, как мне кажется, окупиться он вряд ли сможет, и это жаль. Я, кстати, не злорадствую в этом смысле, потому что я не хочу сказать, что вот все вот эти деньги, что их кто-то злой и умелый стырил, да, там, расфасовал по карманам и так далее, потому что что получилось в этом фильме, масштабность-то получилось. И я хочу сказать, что там видно, что люди вкладывали, вот строили какие-то там, я не знаю, поселения, да, там работали с компьютерной графикой, там, ну, там грим. Ну, хотя бы с этой точки зрения продемонстрировали, что наш кинематограф, да, способен на... Я вам даже скажу, что первые 15 минут, когда я смотрел, я даже сказал, господи-то, боже мой, да неужели... То есть я сначала подумал, что да, да, смотрите, как здорово, там, какие-то зубры, какие-то люди, кого-то рубят, так сказать, и так все это лихо получается, но потом, значит, что называется, пошло-поехало. К художественным особенностям. Вот за что можно было бы все простить, если был бы художественный творческий успех? Да, то есть вот если бы люди выходили счастливыми, если бы люди хлопали в, так сказать, конце сеанса, а люди не хлопали, и сейчас попробуем объяснить, почему. Больше всего в рецензиях, которые я читал, ругательных на этот фильм, напирали на историю, на исторический аспект. Мы переходим ко второму аспекту, к историческому аспекту, к исторической составляющей, да, это вызвало шквал, критики, с моей точки зрения, ну, не всегда обоснованно, скажем так. Потому что очень много напирали на так называемую матчасти. Не те щиты, не те шлемы, не те мечи, не те копья. Не так стояли, не так ходили, не так пили, не так грызли, не так приносили жертвы. Ну, грубо говоря, все не так, да. Значит, мне кажется, что это самое простительное, скажем, да, вот. Ну, а я вам объясню, почему. Потому что, во-первых, да, ну, в общем, толком никто не жил в ту эпоху, да. Какие уж там были, так сказать, и какие были приемы там, и какие там были в этом смысле, мало кто знает, и не это самое главное. Потому что практически во всех исторических фильмах, практически во всех исторических романах, да, огромное количество разных вот таких вот блох есть, что называется. Не тот мундир на офицере, не той системы ружье, не такой штык, так сказать, да, там не такие взаимоотношения между солдатами и офицерами. Классический пример таких вот исторических несостыковок – это бессмертный роман, не побоюсь этого слова, Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Это при том, что сам Лев Николаевич был военным человеком, кстати говоря, очень хорошим он был офицером, он был боевым офицером, он был поручиком, артиллеристом во время, так сказать, Крымской войны, и по всем откликам он был очень-очень дельный офицер. Тем не менее, этот дельный офицер, все, что касается войны 12-го года, написал, ну, мягко говоря, очень далеко, отойдя от реальной канвы событий, да, и об этом было очень много и исследований, и это было еще и, что называется, в царское время, и даже известный военный историк генерал Драгомилов, так сказать, посвятил этому исследованию. Это скучно, неинтересно, и роман Льва Толстого мы любим не за это. Не случайно, скажем, сериал «Война и мир», который сделали в адаптационном варианте англичане, да, значит, он там бил все рекорды, потому что, на самом деле, это замечательный совершенно роман о человеческих взаимоотношениях, да, это роман о любви, на самом деле, на фоне и войны, и мира, так сказать, и так далее. И вот эти все блохи, когда, да, там, при экранизациях и так далее, не тот кивер, не тот цвет доломана и так далее, они прощаются, если в целом, если в целом есть интересная история. Я много раз с этим сталкивался, знаете, вот есть сериал «Американский», который так и называется «Американцы», про советских разведчиков, которые действуют на территории Соединенных Штатов, так там даже они настолько ляпы допускали, что там даже у советского полковника разведки, у него погон перевернут, вообще в другую сторону пришит. Это, конечно, вызывает ухмылку, но все прощаешь, потому что это блохи, да, это не самое главное, да. Это очень интересная история. Бог-то с ним, с погоном, что называется, да. Поэтому, да, там много разных таких вот, ну, откровенных ляпов совершенно, потому что по поводу того, как с учетом порогов могли какие появиться греческие корабли, значит, которые, там, по идее, не могли пройти, значит, по Днепру тогда, да, как и куда могли зайти драккары викингов, там, да, значит, каким именно образом пили отвар из мухоморов, да, значит, и, собственно, тактика, допустим, штурма городов, да, вот, которая, там, практиковалась на тот момент. Серьезнее, серьезнее претензии исторического плана можно предъявить этому фильму в плане, собственно говоря, изложения самой канвы событий, связанной с основным героем, а именно, вот, Владимиром, который впоследствии стал святым и красным, не побоюсь этого слова, солнышком. Вот тут вот много действительно было как-то так непонятно, зачем нарушено, потому что я бы понял, если бы это было нарушено в угоду художественному повествованию, в угоду художественной логике, да, вот, в угоду драматургии, предложенной в этой истории, но поскольку драматургии там не было совсем, мы к этому потом вернемся, то я и не понял, зачем надо было менять, ну, всем известные, допустим, заменять один всем известный персонаж на другой. Ну, например, там, там показан таким дядькой-боссманом, который при Владимире состоит, некий свинельт, варяг, викинг, хотя он на самом деле служил брату Владимира, которого, собственно, Владимир предательски убил, и совершенно не показан другой человек, Добрыня, а Добрыня был братом матери Владимира, малушек-ключницы, да, и вот этот вот Добрыня, многие считают, что Добрыня Никитич, богатырь, блинный, он, собственно, возник вот от этого Добрыни, который, собственно говоря, был дядькой, да, вот, Владимира, который был таким пестуном его, да, он его вел по жизни, он был его доверенным лицом, здесь его совершенно нет, и так далее. Ну, и много таких вот моментов, которые там, ну, некое вызывают удивление, потому что, скажем, там, взял штурмом Полоцк, изнасиловал Рогнеду и убил, при этом, так сказать, ее маму и папу, а там были братья еще, например, и братьев он тоже, так сказать, пустил под нож, но братья, так сказать, никак не показаны и так далее, да. То есть, если в создателе фильма говорят, что они брали повести древних лет, как некую литературную основу для, значит, вот своего фильма, то они в какое-то противоречие вступали, и непонятно, чем оправдывались, да, вот эти противоречия, так сказать, и отхождение от некой, условно говоря, реальной конвы событий, потому что все это условно, мы не знаем, на самом деле, как оно было, потому что летописям до конца доверять нельзя, они были идеологизированы, да, каждый летописец, да, он... Да, потом они в России еще чрезвычайно небрежно велись. Велись небрежно, переписывались, да, там, значит, один источник мог немножко противоречить другому, и, главное, они не такие подробные, скажем так, да, но у меня даже все равно не эта главная претензия вот исторического, если аспектом рассматриваем по фильму, а та, что совершенно не показан какой-то вот контекст развития этой истории. То есть она как-то вот такая вот, ну, сама по себе, очень такая камерная получилась, да, совершенно в ней нет какого-то общего европейского контекста, да, то есть это же было... Спасибо, Катюша. Вот, да, вот наша вот, да, такая славянская Катерина с древнеславянскими языческими татуировками, понимаешь? Рунами. Она, собственно, могла бы сниматься в фильме «Викинг». Ну, подождите, может, еще будет вторая часть. «Викинг 2». Да. Так вот, значит, вот этот вот исторический контекст, да, то есть вот на каком фоне происходят все эти события, да, а что Европа, а что Азия, да, потому что ведь у Владимира вроде как был выбор некий, да, вот если говорить о религиях, да, там и католики приходили, и мусульмане приходили, и иудеи приходили, да, а это значит, что не была вырвана вот та территория, да, которую, так сказать, называли по-разному на самом деле, но вот мы ее сейчас, допустим, Киевская Русь там называем, да, она не была вырвана из какого-то общеисторического контекста, а почему викинги, да, а почему, собственно говоря, они так вот свободно ходили здесь и так далее, да, вот это тоже совершенно ничего не показано, а каковы, так сказать, предпосылки появления христианства на Руси, христианство ведь пришло на Русь задолго до князя Владимира, Ольга княгиня всем известная, да, значит, по разным вот историческим анекдотам, да, которая там пстила за убиенного мужа своего Игоря, она же христианкой закончила дни, Святослав, ее сын и, соответственно, батюшка Владимира, он был язычником, да, он там и лютую смерть принял там и так далее, но христиан было уже много, и идеи христианства, они проникали, и это было христианство разного толка на самом деле, и вот, как бы, сама, сама вот эта вот очень острая проблема выбора, да, она не очень показана, она вообще никак не показана на самом деле, да, то есть это как будто вот какое-то волшебное царство за семью горами, за семью лесами, которое вот живет само по себе, но почему-то пришли викинги, и вот они, значит, всячески так себя вот ведут. Не случайно название викинг, хотя, я думаю, тут авторы немножко спрятались, там же повествование ведется от лица этого Свенельда, вот он викинг на самом деле, а кто такой Владимир, это большой вопрос, а многие посчитали, что викинг, это значит Владимир викинг, да, вот как бы не так. Дальше большой вопрос, он такой одновременно и исторический, и идеологический, а почему, собственно говоря, была выбрана только одна из теорий происхождения государства российского, да, ведь их несколько есть, да, базовых. Ну да, нормандская вот эта вот теория, да, так сказать, там, Рюрик Трувер Синиус пришли. Она самая популярная. Она самая известная, она может быть даже самая, и обоснованная, но она на самом деле не единственная далеко, и она все равно спорная, как бы, да, она всего-навсего... Одна из. Одна из, так сказать, может быть, так сказать, стоящая там на первом месте. Кстати говоря, это вот извечный спор между славянофилами и западниками, да, вот мы тут у себя ничего не можем, земля наша обильна, порядку только в ней нет, приходите, правьте нами, да, и это всегда очень славянофилов возмущало, они говорили, да как же так, да, в общем-то, нет, доваряги и викинги суть одно и то же, это просто вот название некой профессии, в этом, кстати, определенный смысл был, потому что по одной из теорий викинг, то есть человек, ушедший в вик, вик это поход, набег, да, значит, разбой, это вот ты викинг, пока ты в вике, да, вот, а так ты можешь быть там обычным фермером, да, там, я не знаю, норвежским, да, шведским, там, бондом, так сказать, вот этим, и ушел в вик, побыл викингом, вернулся, так сказать, снова стал, да, значит, землепашцем повесил меч на стену, и вот некоторые считали, что вот это состояние вика, да, оно по, на славянский манер называются варяги, да, вот, и варягами были и скандинавы, и балтийские славяне, и просто славяне, и вообще всякий сброд мог быть и варягом, и викингом, и кем угодно по тем ужасным временам. Надо сказать, что активным противником вот этой вот теории скандинавского происхождения наших, нашей верховной государственной власти был Михаил Ломоносов, да, и он, ему принадлежит вот эта вот замечательная, совершенно энергичная цитата в отношении академика Миллера, он очень не любил Миллера, он его там подсиживал всячески, гнобил там, они в Академии наук выясняли отношения, и он как раз даже такую сформировал теорию, что ли, что это специальная такая вот идеологическая диверсия в отношении России со стороны немцев, да, и он, цитата звучит так, и каких только гнусностей не наколобродит немецкая свинья, залезшая в русские древности. Это не совсем справедливо было по отношению к Миллеру, Миллер был ученый настоящий, как бы, да, но другое дело, что любой настоящий ученый, он чуть-чуть одеяло на свой, так сказать, бачок притягивает, ну, потому что какой бы ты ни был ученый, ты все-таки человек, тем более ученый в те времена... А люди пристрастны, да, это мы понимаем. А в те времена были особые такие все-таки, да, не такие, даже как сейчас, правила работы с источниками, да, там, этика научная очень сильно отличалась от нынешней, так что я не думаю, что Миллер был агентом гонзийским, так сказать, который был заслан, значит, с какими-то такими целями, но в этом фильме, который создан за государственные деньги, выбор именно вот этой теории, да, значит, Нурманской, он несколько удивляет, поскольку это еще идет в разрез с неким политическим трендом, я бы хотел сказать, вот в нашей стране, да, что вот опора на собственные силы, да, значит, и всякое коварство Запада, поэтому скорее, скорее тут бы можно было бы прислушаться к мнению товарища Ломоносова, понимаете. По крайней мере, показать художественными способами и методами неоднозначность, скажем так, вот... Предложенной исторической версии. Предложенной трактовки, да. И я бы так сказал, что в этом плане... Но здесь есть и сильные моменты вот этого фильма, на самом деле, как ни странно. Вы знаете, он хорош как... Радость реконструктора тоже, да, он хорош как приложение к учебнику истории, причем которое не надо смотреть вот целиком, а кусочками, да. Вот иллюстрируем взятие Полоцка, да, вот иллюстрируем оборону Киева, да, вот иллюстрируем поход на Корсунь, да. И при этом то, что там какие-то спорные моменты, это даже не плохо, а хорошо, потому что учитель всегда, ну, показав детям, да, он может сказать, на самом деле это вот не Свенельд, а Добрыня. Добрыня, так сказать, он был такой-то, такой-то. Дело в том, что дети гораздо лучше запоминают, если им говорят, вот здесь вот ошибка была. Потому что, когда им говорят, что Лев Толстой ошибся, или, ну, вот не так написал про войну 12-го года, они сразу просыпаются. У них это вызывает интерес. Ага, если Лев Толстой не знал на самом деле историю, то что с нас, так сказать, прощавики, да, так сказать, вы хотите, да. Нам простить, и они запоминают это лучше, да. Они запоминают, что вот там было неправильно, а учитель сказал, что вот это правильно, так сказать, и из ниоткуда у них возникает вот этот образ Добрыни и так далее, да. Но на этом все. То есть вот на этом польза, по большому счету, так сказать, такая вот историческая, она заканчивается. Тем более, понимаете, это же все-таки не программа BBC History, да. Это же все-таки вот задача-то стояла художественными методами рассказать очень непростую историю. И главное сделать эту историю интересной, да, вызвать отклик, да, вызвать эстетическую эмоцию. Она вызвана не была. С моей точки зрения абсолютно просран был идеологический аспект. Как вы про кино такое кассовое говорите? Да, потому что кассовым может быть кино, но оно, во-первых, не настолько кассовое. Я вас просто к эфирной дисциплине призываю. Да, не настолько кассовое, чтобы вот само себя окупить. Поэтому про экономический успех мы поговорили уже, да. Второй момент. Что такое, я имел в виду, идеологическое, понимаете? Я вообще считаю, что должна быть идеология. Вот в сильной стране должна быть сильная идеология. Там, где нет идеологии, государство слабым становится. Слабое государство – ничего хорошего, на самом деле, да. И вот строительство этой идеологии, да, это очень сложный, очень деликатный момент. Это, в том числе, и строительство исторических мифов, если хотите, да. Каких-то вот акцентов, да, трактовок, да. В том числе, это какое-то щадящее, может быть, иногда объяснение каких-то страшных моментов истории, да. Каких-то таких вот очень противоречивых, да. Но тех, которые нуждаются в объяснении. Потому что мы все знаем, что Владимир крестил Русь и стал святым, но мы все и знаем то, что он был зверь. Даже по меркам того времени, понимаете, взять штурмом город, там, где вот он свататься приехал, Рогнеда, там, значит, Рогнеда такая вся, князь Рогволот, да, так сказать, у него дочка малолетняя, там. Она же ей, там, лет 14 было, она вообще просто, ну, это же педофилия, по большому счету, все. Они все были молодые. Ну, с позиции нашего времени. Так вот, он, значит, берет штурмом этот город, и за то, что ему крикнула, там, значит, это Рогнеда, что он сын рабыни, что, кстати, тоже не факт, потому что малуша, вот это, она была ключница, а ключница, это все-таки не поломойка, да. И второе, так сказать, ее брат Добрыня, он, в общем, был человек свободный, человек с мечом, он был воевода, он был человек для особых поручений, так что, в общем, как-то, так сказать, возможно, это просто был вот обидный такой вот выкрик, да. Но дальше, даже, говорю, по меркам морали того времени, он убивает братьев, папу, маму, он убивает после того, как при них он насилует Рогнеду, так сказать, то есть, натурально, так сказать, ее имеет при большом скоплении народа, да. Вот это наш святой. Которому памятник не так давно установили. Которому ставят памятники, которому говорят, что вот он такой-сякой пятый-десятый, идолов побросал и так далее, да. Когнитивный диссонанс, да, значит, понимаете, какая штука? Такого рода вещи нуждаются в очень деликатном объяснении, в очень деликатной подаче, да, так сказать. Может быть, нужен какой-то очень внятный исторический контекст. Я не знаю, все так делали, да. Или там, вот он так сделал, но потом там ужаснулся делам своим, там, или еще что-то. Но этого там не происходит. Более того, он показан как совершенно внятный братоубийца, да, так сказать. То есть это тот, кто убил брата своего, заманив, собственно говоря, в какую-то ловушку, да. И потом, значит, вот на самом деле взял жену его, так сказать. Она там была беременна, но он с ней жил. А потом в этом кино показано, как его просто торкнуло, шваркнуло, что-то такое пробило. И он захотел быть христианином, так сказать, очиститься и так далее. Без каких-то, значит, вот... Осмыслений. Осмыслений, так сказать. И в этом я вижу очень серьезный идеологический провал этого всего. Потому что это такой, знаете, вот, что называется, системообразующий святой, так сказать. Да, он не просто, так сказать, какой. Да, он один из самых известных. Он один из самых нужных для сегодняшнего дня по задачам, так сказать, в том числе государства. И вопрос, дело не в том, что он тезка нашего Владимира Владимировича, да. Дело в том, что он еще и такой вот самый пацанский святой, да. Потому что он вот творил, 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 косорезил, косорезил, косорезил. Потом, так сказать, зашел с нужной карты, да, значит, принял сам христианство, крестил Русь. И оба он уже и, в общем-то, так сказать, канонизирован, да. При диких совершенно не просто преступлениях, а каких-то вот духовных зверах. Да, вот которые, и я не понимаю, да, так сказать. То есть, я не могу, он мне не симпатичен. То, как показали в фильме, он мне отвратителен. Я не могу согласиться с тем, что он вот предложен в качестве почитаемого святого. Да, не потому, что я... Так, может быть, это вопрос не к фильму, а вопрос к нашей реальности? Нет, нет, это всегда вопрос к фильму. Потому что, вы понимаете, всегда есть вопрос трактовок и всегда есть вопрос выбора, на чем ты акцентируешь внимание. Че Гевара, чтобы вы знали Эрнеста, да, там, где его убили, да, в Боливии, да, это место крестьяне очень быстро сделали своим местом поклонение. И они говорили, здесь был убит святой Эрнеста. Вот этот святой Эрнеста, тот был еще фрукт, между прочим, да, так сказать. Потому что это на нем кровище, как на чекистах времен гражданской войны. Расстрелы на Кубе, это его, собственно говоря... Рук дела, да, его идея. Да, его идея. Но, вы знаете, это бесполезно рассказывать всем тем молодым людям, которые с горящими глазами на футболках носят его вот эту фотографию в этом берете и так далее. И когда говорят святой Эрнеста, да, потому что вот эта смерть, да, его смерть в бою, да, так сказать, нестяжательность его, да, так сказать, все равно идеализм какой-то, да, оно многое искупает, да, так сказать. И вот этот образ Че Гевары, не то, какой он был на самом деле, да, задыхающийся осматик, ошибавшийся во многих вопросах, но то, каким он стал, да, так сказать, в народном сознании, делает его святым без вопросов. То есть вы хотите сказать, что если вам бы показали другим Владимира в этом фильме... Я хочу сказать... Вы бы отреклись от всего, чего вы знали до этого. Нет, нет, вопрос не во мне. Вопрос в том, что, так сказать, создатели фильма непрофессионально сделали свою работу, потому что в том числе такая вот задача, как я понимаю, все-таки стояла, да, какие-то вещи попытаться объяснить, да, значит, попытаться объяснить исторически, идеологически, да, значит, каким-то искуплением смыслов, да, так сказать, ничего этого не было сделано, и в этом смысле, мне кажется, что это идеологический провал. Потому что мне кажется, что никакое вот его... Так, как это показано в фильме, вот это вот принятие христианства, да, ничего не меняет, да. Он, я более того вам хочу сказать, я хуже к нему стал относиться, чем, ну вот, относился раньше, потому что я очень много читал о Владимире, о том времени, я читал и художественную литературу, и не художественную, да. Мне это вообще просто интересно было, потому что, в принципе, то у Владимира очень интересная и очень необычная история, которая вот здесь, в этом фильме, показана очень неинтересно как раз, да. Это же надо было умудриться на самом деле, потому что, в общем, ну, действительно, у него необычная судьба, да, и он страшный, кровавый, но необычный человек, да, который обладал, видимо, каким-то, так сказать, там, и магнетизмом, так сказать, ну, я не знаю, и удачей, главное, да, потому что он, в общем, не должен был он выжить по большому-то счету, но выжил, да, и, значит, и выжил, и выжил, и выжил, да. Но я вам скажу, что вот неудачи вот этих всех вот аспектов, которые я перечислил, а именно экономические то, что не окупится, исторические то, что там много всякой развесистой клюквы, идеологические, вот все бы это простилось бы, если была бы художественная удача, если была бы удача в художественном аспекте. Потому что я смотрел недавно фильм «Гладиатор», ну, все его смотрели, да, значит, послушайте, ну, это к истории вообще не имеет никакого отношения, хотя был такой император Комет, действительно, он погиб на арене, так сказать, и так далее. Ну, не так дрались, не те мечи, не, ну, вообще, все не то, включая взаимоотношения, да, так сказать, ни о какой исторической психологии, так сказать, подлинной, значит, речи не идет. Ну, прекрасный фильм совершенно. И я смотрю очередной раз, как выскакивают эти колесницы, да, на эту арену, и в колесницах грудастые негритянки в каких-то там, значит, господи ты, боже мой, ну, где они-то, ну, это же, ну, чушь все голливудская, да, ну, так здорово сделано, так эта драка, потому что это фильм о невероятном взлете человеческого духа. Это фильм о предательстве, о любви, о чести, да, об отваге, да, о том, как можно бросить вызов самой большой силе, так сказать, да, и остаться человеком, и победить ее, да, и вот это с исторической точки зрения черт знает что, но ты смотришь, так сказать, ее много раз и получаешь удовольствие. А этот фильм не будут смотреть много раз, там не с чего получать удовольствие, потому что, да, фильм масштабный, действительно, это правда, да, там каждый отдельно взятый эпизод, к нему нет особо каких-то вопросов, но это как вот детальки конструктора Лего, из которых никто ничего не составил, просто высыпали их на стол, а потом поднимают детальку каждую и говорят, знаете, какая деталька хорошая, деталька хорошая, но из этого надо либо замок сделать, да, либо, значит, какой-то, так сказать, городок, либо, ну, либо машину какую-то, а у вас просто вот россыпь вот этого всего, значит, и ничего, нет, и самое главное, чего там нет, потому что, понимаете, там как-то из ниоткуда в никуда, там нету связанной истории, да, так сказать, там, и самое главное, там нету эффекта сопереживания, там никого не жаль, включая Владимира, да, так сказать, и всех остальных тоже, да, ты за них не болеешь, и вот как это, как это можно было умудриться сделать, как вот это можно было прокакать, я просто не понимаю, при том, что вот мы говорили, что отрицательный вроде бы персонаж, но я вам рассказывал, не так давно я смотрел второй сезон великолепного сериала «Нарки», про Пабло Эскобара, а второй сезон он еще лучше, чем первый, и все это основывается на подлинной истории Пабло Эскобара, а Пабло Эскобар, вот этот наркострашный, так сказать, король, да, Колумбии, он был конченый козел, зверь кровавый, ужасный совершенно какой-то человек, и, ну, там негде вставить пробы, фильм его не оправдывает совершенно, но он каким-то таким непостижимым образом снят, что там дана его мотивация, его звериная вот эта вот нарко-короля правда, да, которая заставляет, ну, не то, что другими словами, глазами на него смотреть, но она, вот, и ты даже стесняться начинаешь, да, что-то шевелится вроде самого такого, вроде сопереживания, и когда вот последняя серия, тогда, когда он гибнет, когда он отстреливается, еще чего-то такое, ты понимаешь, что это зло, что это вот, ну, плохие парни, да, но, блин, как это здорово сделано, да, так сказать, и ты его звериную правду видишь, да, так сказать, ты понимаешь, что он не мог там по-другому, да, ты видишь странный и страшный магнетизм этой личности, да, ты заворожен этой всей историей, да. Ну, хорошо, а может быть, авторы сценария Викинга, они, наоборот, не ставили перед собой такой задачи, да, конечно, автор должен быть в какой-то смысле адвокатом своего героя, они не захотели. Вы понимаете, автор должен ставить задачи, чтобы смотрели не отрываясь, да, и чтобы получали несказанное удовольствие, а вот этого ничего нет. Автор любой должен хотеть, желать и всячески просто вот стремиться к тому, чтобы его героям сопереживали, да, чтобы плакали и смеялись, чтобы вот так вот замирало сердце, да, и так далее. Ничего этого нет. Я, когда мы с вами говорили о другом нашем фильме «28 панфиловцев», я вам говорил, что там не то, что проблемы со сценарием, что там сценария нет. Так я это говорил, не посмотрев фильма «Викинг». Понимаете, по сравнению с фильмом «Викинг» в гораздо менее бюджетном фильме «28 панфиловцев» не то, что сценарий есть, там премии можно давать за сценарную работу. Потому что здесь, потому что здесь в «Викинге», еще раз говорю, понимаете, нет никаких мотивационных объяснений. И ты должен либо сам додумывать, а тебе додумывается все время в сторону плохого. Откуда он взялся? Почему он пришел с викингами? Что такое, значит, и в каких таких он странных условиях находится, да, значит, почему он должен штурмом брать этот полос? Какая-то малолетка со стены прокричала, что он сын рабыни. И после этого этот достойный человек, будущий святой, берет штурмом город, значит, трахает ее прилюдно и вырезает всю ее семью. Интересная мотивация, да? Это, брат, а ты такой, что лютый-то, так сказать, ну, девка глупая, что-то крикнула такое со стены, так сказать, да, и ты вот после этого так себя ведешь? Так у нас возникает вопрос, у тебя что, у самого сознания, как у ПТУшника, так сказать, когда в ответ на неосторожное какое-то слово ты, значит, кидаешь гранату? Или как вообще, да, так сказать? Или что-то другое тобой двигало? Но в фильме показано, что он просто попил отвар из мухоморов. И после этого начинает вот такие творить диско-дела. Но там у всех героев такие вот примерно мотивации, потому что вот эта несчастная, так сказать, блондинка, значит, которую там, они там сделали две версии, версия 12+, и версия 18+. И, судя по всему, версия 18+, она отличается от версии 12+, вот двумя половыми актами с рогнедой, где первый раз, так сказать, она ни в какую, но все равно, так сказать, вот этот гражданин Козловский в кожаных штанах ее имеет. А потом, вроде как, так сказать, по-доброму согласию, но все равно он не снимает своих кожаных штанов, да, так сказать. И там действительно показан, так сказать, кусочек, так сказать, верхней и нижней плоти, так сказать, этой девицы, да. Еще там кто не видел, что называется, понимаете, ни эротики, ни сексу, ни удовольствия, ничего, да, так сказать. Странное какое-то такое удивление, когда она потом начинает в любовь играть с вот этим Владимиром. Слушайте, девушка, у тебя убили папу, маму и братьев. Ты тут, значит, как-то, так сказать, тискаешься, жамкаешься, так сказать, с этим будущим святым. Значит, у тебя-то как-то что-то не складается как-то. Убивает он собственного брата, у которого там в детстве какой-то кораблик, так сказать, украл. И потом, значит, на исповеди, говорит, а я брата убил, а я до этого кораблик у него украл. Плакать начинает, как Обама вот недавно на пресс-конференции тоже. Соплю пустил через губу там, значит, не пойми с чего. До этого, так сказать, вроде так уверенно ходил, понимаешь, весь, так сказать, скрипел кожаными штанами. Слушайте, а вот эта вот жена убиенного брата, Ирина, бывшая монашенька, да, беременная и тоже начинает в какую-то любовь такая, ну, платоническую такая, они так смотрят друг на друга, в хотюнчики такие играют, да, там. Ну, может быть, нет, слушайте, у тебя убили... У того времени были такие герои. Так вы тогда мне это объясните, что тогда было такое время, когда ты приходишь чисто потрахаться, надо сначала папу с мамой, так сказать, прирезать с братьями, потом, значит, при всех, значит, это вот совершить, а потом уже наедине в меховом ложе. Вы мне скажите, что такой был тогда политез. Я пойму. Я, ну, не дебил. Я просто, ну, буду понимать, что если вот меня машина времени перенесет вот туда, то я вот сначала, значит, всю семью под корень, и уж только потом, да, иначе может и не дать. Понимаете? Вот. Поэтому, а если у тебя убили мужа, который отец твоего ребенка, да, которого ты носишь, да, так сказать, а что ты в какие-то похотливые гляделки, так сказать, играешь с товарищем, да? Это как вообще называется и зачем это происходит? Я не понимаю, да? И там мотиваций нет нормальных каких-то объяснимых ни у кого, кроме такого персонажа, как Варяжка, который, вот, собственно, говоря, мстит за убитого святополка, да, вот брата вот этого Владимира, но тоже как-то он вяленько, хиленько это делает, да, и куда-то потом, значит, сливается весь в своей вот такой вот недоудавшейся месте, да? Я не могу понять следующего. У меня есть, я считаю, загадка, да, значит, которую я для себя не разрешил. Две загадки есть в этой во всей истории. Первая – это загадка Эрнста. Знаете, мне довелось достаточно много лет назад как-то беседовать с Эрнстом один на один. У него в кабинете была долгая достаточно беседа такая, ну, почти час мы разговаривали. Он уже был, вот, великий Эрнст, так сказать, и все такое прочее. Тем не менее, он нашел время. И, знаете, он произвел невероятно положительное впечатление на меня, и я просто вот был им абсолютно очарован. Вот просто очарован, да? Он мне показался человеком невероятно обаятельным, абсолютно адекватным, очень с хорошей речью, с замечательным чувством юмора, да, значит, очень воспитанным, да, и очень неглупым, да. То есть, вот, ну, вот я шел на этот разговор как-то так, ну, немножко со скепсисом, да, так сказать. Ну, и вот он буквально вот меня вот очаровал, законодовал, так сказать, и так далее, да. И я помню, я вышел, я думаю, господи, вот, ну, действительно, умный мужик, который, ну, с полслова понимает, там, то, что ты говоришь, да, так сказать. Очень, как вот, знаете, вот, когда реагируют на цитаты, на какой-то поворот, там, на еще чего-то, вот, это не так часто, так сказать, бывает, как вот, а тут вот просто вот, ну, ну, вот. Совпали, вы с ним совпали. Да не то, что совпали, да, так сказать, но если ты себя, там, как сказать, вот выходишь на корт, а ты знаешь, что ты, в принципе, умеешь немножко играть в теннис, да, и тебе там скучно играть с теми, у кого там ниже класс, да, так сказать. А когда ты сталкиваешься со своим классом или даже с классом выше, тебе резко интересно становится, да, потому что, ну, интересно, ты видишь, как бы, что человек, ну, ты по движениям, так сказать, все понимаешь, да, и так почему загадка-то? А я не понимаю, как такой человек не смог увидеть абсолютного убожества сценарного. А вы думаете, что он сидел и читал его от корки таков? Ну, либо он как-то, вот, что называется, передоверился, что странно, потому что такого рода проект, он такой действительно ведь судьбоносный, миллиард, 250 миллионов, там, та-та-та-та, 7 лет, там, год кино, ну, нельзя. Надо самому смотреть, да. А вот я не знаю, какой был первоначальный сценарий, но вот если взять из того, что вышло, и обратно это в сценарий перевести, то вот иначе, чем словом убожество, да, это назвать нельзя. Ну, просто это неинтересная история. Это надо было по-другому делать. Это надо было начинать с детства как раз, да, так сказать. И надо вот объяснять, заплетать, интерпретировать, да, вот тащить как бы, да. Еще раз говорю, не обязательно делать было Владимира сахарным и сусальным. Я вам приводил в пример этого Эскобара, да, которого никто не делал, ни сахарным, ни леденцовым, ни сусальным, но он интересным получился, да, он таким вот потрясающим совершенно получился. Почему здесь вот так произошло? Непонятно еще и потому, что самое дешевое в таких вот проектах, да, это, конечно, сценарий, но посмотрите, ну, они же все самое сложное, все самое вот такое вот дорогое и все самое технологически, ну, действительно сложное сделали очень неплохо. Вы понимаете, там голливудская картинка-то. Ну, так это прекрасно. Да, только картинки друг с другом не стыкуются, они ни во что не складываются, да. Там не получилось внятной, нормальной, интересной и берущей за душу человеческой истории, понимаете. Там получилась какая-то вот хрень с пончиками, понимаете, и вот это недотраханное в хорошую погоду Рагнезе, да. И вот это вот совершенно непонятно, вот он вдруг увидел Анну, гречанку, на блюде, ткнул в чеканку, понимаете, пальцем, говорит, вот эту вот тоже хочу, понимаете. И что это такое? А почему захотел так вдруг? Что он никогда раньше теток на чеканке не видел? Это, может, такой вот плейбой того времени, так сказать, был. Показали парню блюдо, он немедленно захотел, понимаете. Не объяснено, не дотянуто, вот не доделано. Понимаете, при таком бюджете, слушайте, ну вы что, как-то сэкономили, что ли, на это? Ну так нельзя на этом экономить. Это как дом строить и сэкономить на архитектурном проекте, понимаете. Вы должны сначала сделать проект, маленький макетик, посмотреть, какой дом-то будет, да, вот симпатичный, несимпатичный, да, там, хочется в нем жить, если увеличить его там в сто раз, так сказать, или не хочется. А тут такое ощущение, что действительно, либо никто этим не занимался, либо посчитали, что это не основное, но тогда это какая-то, ну, системообразующая ошибка совершенно, да, которая, ну, она такая невозможная, да. Ребята, еще раз говорю, при таком бюджете возьмите 100 миллионов рублей. Пять лет вы готовились к съемкам? Ребят, за 100 миллионов и пять лет я вам пять сценариев разных. А, то есть это был долгий разговор был к этому? Нет, 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 не я, не только я, понимаете, я имею в виду, ну, я, я вам найду 20 человек, которые, так сказать, это сделают, да, и вы сможете выбирать просто, ну, я не обязательно сам писать бы даже стал, да, я бы организовал вам эту, так сказать, историю. И не только я, я, ну, я к тому, что это... То есть это не предложение услуги? Нет, конечно, так сказать, это не предложение, мы же не с ними разговариваем. Я просто говорю, что я же не считаю себя самым главным, понимаете, не старым летописцем, так сказать, в этом плане. Я хочу сказать, что это не... Они успешно решали более сложные задачи и более дорогие. А вот здесь, так сказать, полный, абсолютный, катастрофический провал, который мне не объяснил. Потому что, еще раз говорю, это и по деньгам самое малое, и, ну, в общем, и драматургические... Такой-то драматургической сложности я здесь не вижу. Его биография Владимира, она позволяет, да, сделать очень интересные вещи, да, так сказать, и неожиданные, и всякие какие-то, и... И чтобы жалко было, и чтобы злость была, и чтобы, ну, там, там ни юмора, ни диалогов, вообще ничего нет. Это пустота абсолютная, да, вот, беспомощность совершенно. Правда, что вот радость реконструктора. Ну, и, наконец, последняя загадка, которую я не понимаю искренне. Перед Новым годом показали Владимира Владимировича Путина, которому, значит, в небольшой компании, там, Мединский, Эрнст и еще какие-то, наверное, создатели. Вот они ему показывают этот фильм. А потом показывают его реакцию, когда он говорит, ну, вообще, конечно, говорит он, ну, не все историки, наверное, согласятся. Вот тут министр культуры он историк, так сказать, но Владимир Ростиславович, так сказать, подтвердит, что, наверное, так сказать, не все согласны. Ну, вы же художественное делали. Да, 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 все говорят. Ну, если художественное, то, в общем-то, ну, интересно, я бы и сам там, может быть, второй раз посмотрю. То есть он вполне себе, так сказать, вот, ну, прорекламировал, да, вот, и сказал, что, да, вот, ну, хорошая работа. При том, что это абсолютно провальная вещь, ну, провальная вот по всем направлениям, понимаете. То есть вы думаете, ему стыдно за это должно? Я не знаю, почему так произошло. Я хочу сказать, что старик Улюкаев за два-то ляма долларов, так сказать, сидит в браслете на цепи дома. А здесь, в общем-то, так сказать, как минимум 700 миллионов, я извиняюсь, рублей улетели неизвестно куда и цели не достигнуты. Просто там, наверное, нету состава уголовного дела. Я просто к тому, что, так сказать, состава-то, может, и нет. А дело есть? Но, понимаете, вот, я говорю, из моих знакомых не понравилось никому. Дело не в том, что я. Люди выходили, ну, плевались откровенно, да, потому что не остается вот какого-то послевкусия, не остается ни чувства гордости, ни чувства удовлетворенного какого-то эстетического вот кипения, да, так сказать. Значит, эти две прошмандовки, которые там показаны, Рогнеда, так сказать, и Ирина, а именно, что про шмандовки, так сказать, и больше ничего, да, история про некрасивых людей, да, значит, история про какую-то вот, и вы мне скажете, да, в те времена они были еще более, так сказать, смрадными и не чистили зубы. Но вы же мне художественную историю рассказываете. И я вам хочу сказать, что были фильмы «Русь изначальная», да, в советское время, был фильм Ростовского «И на камнях растут деревья», тоже, кстати, про викингов. Они были намного менее бюджетные, да, но они были очень интересные, их смотришь до сих пор. Они что-то задевают, да, там, неважно, там, правдивы, не правдивы, да, так сказать, там. У Ростовского, правда, кстати говоря, это история про викингов, она достаточно аутентична, и больших претензий у историков нет. Так она, между прочим, на очень хорошей литературной основе базировалась. Это же известная повесть, история Кукша из домовичей, да. Многие дети зачитывались этим. И «Русь изначальная», да, так сказать, это тоже имела, Иванов, по-моему, автор, да, так сказать, вполне себе, так сказать, литературную основу. К ней много было исторических претензий, да, но как литературная основа это была очень такая неплохая. Так вот, вторая неразрешимая загадка, каким образом Владимира Владимировича Путина, так сказать, втянули в эту свою, вот, значит, аферу, значит, я совершенно не понимаю, потому что меня это очень расстроило, потому что, а я не знаю теперь, что думать, да. Ну, а вас не смущает, когда Владимир Владимирович путешествует по России на Канареичном, в Владе, и тоже ее невольно рекламируют. Это другое, я просто теперь не понимаю, да, так сказать, либо я намного глупее, так сказать, президента, да, значит, и мне от этого тошно, так сказать, и больно, и обидно, либо я намного умнее, так сказать, значит, что тоже не прибавляет какого-то оптимизма. Уверенности в завтрашнем дне. Уверенности в завтрашнем дне, да, совершенно верно. Поэтому я хочу сказать, что это, ведь почему я так много говорил об этом фильме, да, ну, во-первых, потому что это действительно одно из таких вот событий этих праздников, об этом действительно многие спорили, вот, да даже не спорили, а просто вот друг другу рассказывали, как, какая ненависть, да, и какая злость, то сказать, и так далее. Я-то как раз рад, что, ну, есть о чем поговорить, да, но при победных реляциях первого канала о том, что вот мы там возрождаем кинематограф, мне так кажется, что такого рода вещами убивается кинематограф, потому что потом даются вот эти превосходительные оценки, а это оценки провалу, на это нельзя ориентироваться, это не удача на самом деле, да, она имела основание стать удачей, но провалилась, потому что на самом маленьком камешке, на вот этой драматургии, на вот этом сценарном, так сказать, деле, это все, и почему так случилось, я не могу понять. Я думал, что хотя бы это в год кино, значит, чем-то будет. И самый последний прикол по этому поводу. Не успел я посмотреть фильм «Викинг», как случайно по телевизору, щелкая каналами в дремотной праздничной Истоме, я наткнулся на фильм «Экипаж», новая версия, опять же с вот этим... Вы какой-то неутомимый телезритель. Или как его, Данила Козловский, да? Да. Вот. Фильм «Экипаж» — это тот еще фильмец. Там, знаете, с одного самолета на другой в воздухе по тросу ползут люди. Ну, не люди, башков, так сказать. Я очень ждал, когда стюардессы в коротких юбках, они поползут тоже по этому тросу. Ну, не дали мне порадоваться, их в какой-то там корзине переправили. То есть, ну, понимаете, да, это к авиации... Примерно такое же отношение к авиации имеет фильм, как вот фильм «Викинг» к истории, да? И к житиям святых. Но вы знаете, фильм «Экипаж» в новом исполнении, да? Это шедевр по сравнению, так сказать, с фильмом «Викинг». Потому что в фильме «Викинг» вот этот актер Козловский, он ходит, таращит глаза и не знает, что ему играть. Потому что он не понимает, что ему играть. То ли ему играть раскаявшегося злодея, то ли ему играть не злодея, а хорошего парня, который вынужден злодейство творить. Ну, в общем, он не понимает, что, так сказать, играть, поэтому ходит с мечом, так сказать, ей, значит, кутается в бороду и скрывает, так сказать, а в фильме «Экипаж» там все в порядке, там люди борются со стихией, значит, таскают из самолета в самолет стюардесс в каких-то там, значит, зеленых пиджаках. И все очень хорошо. Главное, что там смотришь с интересом и думаешь, интересно, вот получится или не получится все-таки, так сказать, да? Вот, ну, сладят или не сладят они там, сядет или не сядет самолет, да? Вот, а тут вот уныние какое-то и все такое прочее. Это в итоге получилась у нас сказка про голого короля. Самое главное, что неприятно, что будут бояться многие называть это своими именами. Да, я уже вот видел частично, так сказать, очень такие странные, очень осторожные, так сказать, очень такие политкорректные отзывы. Ну, кто захочет ссориться, да, так сказать, с первым... Я тоже не хочу ссориться, да? Мне совершенно... Но, понимаете... Да, как раз об этом был ваш 40-минутный спич. Но я хочу сказать, что так нельзя, ребят. Просто так нельзя, потому что вы теперь на черное говорите белое. Вы выдаете за большую творческую удачу то, что является большой и очень грустной творческой неудачей. Очень жаль, что так получилось. И вот который раз уже, да, мегапроекты у них, то Сталинград, то там, значит, еще... В фильме хочется сказать, братцы, а вы не пробовали все то же самое, но с хорошим сценарием? Вот все то же самое, но с хорошим сценарием. Глядишь, какой-то другой результат был. Давайте я предлагаю здесь остановиться, потому что я полагаю, что вы уже окончательно испортили аппетит тем, кто только собирается сходить на фильм «Викинга». У нас не так много времени, еще хотелось бы обсудить две темы. Я, кстати, не буду отговаривать его посмотреть. Вот как ни странно, я не буду отговаривать его посмотреть. Нужно иметь свое какое-то мнение, представление, не обязательно соглашаться. Может быть, я даже посоветую его посмотреть, да? Потому что тут есть над чем подумать. Я не жалею, что я его посмотрел. Он мне дал возможность очень много вкусно поразмышлять самому с собой. Ну, не только самому с собой, еще и с пользователями интернет-канала «Фонтанк Офис». Ваши размышления заняли практически час целый. Я не ожидал. Я не ожидал. Но, мне кажется, оно того стоило. Я надеюсь, что вы в своем запале еще не выдохнулись. Нет. Ибо у нас еще есть интересная тема, заокеанская, на этой неделе. Вы знаете, а все, что происходило за океаном, если вы имеете в виду Соединенные Штаты Америки, да, это вообще напоминало вторую серию фильма «Викинг». Потому что я, честно говоря, ожидал многого, но вот такого я не ожидал. Так, а что так смутило? Вас слезы Обамы смутили? Слезы Обамы меня порадовали. Понимаете? Когда такие крокодилы плачут, да, так сказать, это хорошо. Тут уже и Обама поплакал, так сказать, в своей последней речи. Трамп подерзил всем. Тут поплакал уже и Трич Байден, когда ему вот тут буквально некоторое время назад, несколько часов назад высшую награду гражданскую вручил ему Обама. Тут и Байден заплакал. Хорошо, что не описывались они оба от умиления. И вообще, когда мужчины взрослые, да, вот при публичных речах или при каких-то вот таких вот на акциях плачут, если это искреннее, если это не игра, то мне кажется, что нужно к доктору все-таки сходить, потому что это не дело. Как-то так вот, да, все-таки, ну как-то, мужики, вы чего как-то, да, вы же не плакали, когда вы на смерть обрекали огромное количество людей. Вы же как-то не плакали, когда вы отдавали приказы бомбить Ливию, да, и страна перестала существовать. Вы не плакали, когда вы творили, так сказать, ваш зверский рок-н-ролл в Ираке, да, в Афганистане и в Египте, когда вы предавали своих ближайших союзников. А тут вы что-то разревелись, да. Поэтому либо это что-то у вас какие-то такие чисто медицинские проблемы наступили. Либо плохой сценарий, я понимаю, что вы хотите сказать. Либо это абсолютное лицемерие и ханжество, и от этого вы еще более омерзительны, чем казались до тугу. С вашими вот этими платочками, так сказать, и так далее. Значит, но, понимаете, что при этом, при всем просто поражает, да. Люди, уходя, они как-то так вот оценивают сами себя. Обама сам себя в абсолютно превосходительных каких-то тонах оценил, что Америка стала и сильнее, и безопаснее. Это очень спорно. И мир не стал ни сильнее, ни безопаснее. Я бы сказал, что он опаснее стал. И одно из основных таких вот, одно из основных выдающихся достижений, это то, что мы налаживаем, понимаете, отношения с Кубой. С небольшим островом, прямо скажем, с небольшим, да. Вот это вот за 8 лет, да, это, конечно. Я ничего не хочу сказать. Наверное, надо налаживать им отношения с Кубой. Но, вы знаете, не самое главное, все-таки, наверное, это для Кубы, может быть, самое главное, да, в минувшем году. Но когда это одно из основных достижений Соединенных Штатов за 8 лет, ну, ты парень даешь, хочется сказать, да. Ну, ты парень даешь. Но, честно говоря, больше всего меня даже смутило не это. Меня смутило, меня вообще смущает, как мир вообще легко забывает все, да, и насколько он позволяет манипулировать собой вот в этой масс-медийной такой вот метели и пурге. Потому что, ну, совсем недавно, два года назад, Обама говорил о России как о стране, которая, ну, в общем-то, региональная держава, экономика которой разорвана в клочья, да, так сказать, говорить не о чем. Ну, в общем-то, бизнес-околонка. Ну, это не он говорил, это говорил Маккейн, но какая разница. Тут вдруг все меняется каким-то разительным совершенно образом. Они говорят в последнее время только о России, о том, что Россия надругалась над Америкой, о том, что Россия надругалась над самым святым, что есть в Америке, а это выборная, вот эта вот система, свободные выборы, там, то, сё, пятое, десятое, ценности американские, да, там, разведчики, хакеры какие-то безумные, которые всюду залезают и все на свете, так сказать. Ну, видите, даже ваш горячо любимый Трамп признал, что... Подождите, Трамп не совсем признал, мы сейчас к этому вернемся, а про Трампа и вовсе пришел такой тренд на окончание, так сказать, срока Обамы, что, в общем-то, он русский шпион. У России, лично у Путина, на Трампа есть компромат, Америка-то выбрала русского шпиона. Ничего себе бензоколоночка. Вот это я вам скажу, так сказать, сюжет, да, вот это вам «Викинг-2». Вот это уже интересно и посмотреть. Понятно, почему они плачут и Обама, и Байден, так сказать, и все их семьи, потому что, ну, когда русский шпион приходит к власти, тут, конечно, так сказать, не до смеха, Друзья, вы вообще вот настолько себя перестали уважать, что вы публично, значит, идете на какой-то такой вот омерзительный кухонный скандал, к тому же, который, ну, мягко говоря, ну, далек от, ну, каких-то, вы почему настолько не уважаете собственную страну? Ну, у вас горечь поражения, я понимаю, но все-таки вы признали, что выборы состоялись, что Трамп их выбрал там и так далее, но почему вы страну свою оскорбляете настолько, что говорите, что теперь ей будет руководить в общем-то русский шпион? Вы докатились до того, что вот у Трампа там на конференции и так далее, что ваша CNN-овская вот эта вот, значит, корпорация, он не хочет отвечать Трамп на ее вопросы, потому что говорит, у вас фейковые новости, так сказать, вы черт знает, что себе позволяете, вы вообще не СМИ, это где такое видно, чтобы президент самой сильной страны вот так вот публично хренососил, понимаете, самую мощную, да, так сказать, медийную структуру, про которую всегда говорили, что президенты уходят, а CNN остается, да, так сказать, и вот такой... Может быть, действительно, CNN в этот раз останется, потом все-таки, да, сложное отношение с властью, это в стиле США. Нет, вы знаете, такой неприличности, вот такой вот неприличности, такой вот страшной, так сказать, понимаете, с матершиной и визгом, понимаете, драки на главной свадьбе года в эстеблишменте, ну, трудно себе представить. Все собрались в шмокингах, в белых платьях, в кринолинах, и все такие из себя, и вдруг тут начинается разборка, кидаться бычками в томате, вот в стиле Малой Одессы, понимаете, когда вместо некой, так сказать, дамы, которая выглядит, как, в общем, герцогиня, да, оказывается базарная торговка, да, которая визжит, кричит, так сказать, матерится, хватает, понимаете, шампур, и с визгом, ах, падла, сучка ты драная, бросается, понимаете, к другой такой герцогине, да, нифига у вас, так сказать, королевский двор, где все, так сказать, пристойно, и, значит, все сохраняют лицо, нифига себе, вы совсем о России не говорите, не думаете, и вообще, как нам политологи-то американские объясняли, да, они говорят, знаете, это вы вот много вот говорите об Америке, да, в Америке настолько не говорят о России, настолько для нас это вот... Видите, мы добились этого, что теперь и про нас там говорят. Наденька, милая моя, мы ничего не добивались, я вам хочу сказать такую штуку, значит, по поводу вот этих кибератак и всего, значит, остального, хотите, я вам расскажу, раскрою вам страшные государственные тайны, да, вот эти пресловутые кибервойска, они, конечно, есть у России, не самые сильные в мире, кстати говоря, да, они сильнее намного у Соединенных Штатов, да, у Китая, очень сильные у Англии, очень сильные подразделения вот такие у Израиля, да, у Ирана, ну, у нас вот они так, ну, мы входим, наверное, в первую пятерку, но в этой первой пятерке я бы не сказал, что мы занимаем первые три места, ведь дальше, внимание, вот эти вот кибервойска, а это вот хакеры в погонах, что называется, да, они вот в этих самых сильных странах, они для чего создаются? для того, чтобы... отражать атаки других хакеров в погонах? Нет, в первую очередь, для того, чтобы атаковать, а не отражать, понимаете, и те, кто самые сильные, они прежде всего и атакуют, они отражают, они не для того, чтобы скачивать, понимаете, бесплатно русский мультфильм Маша и Медведь, понимаете, и чтобы их в Белом доме смотрели бесплатно, наши вот эти мультяки про наших богатырей, да, они созданы для другого, и Америка, она в свое время, да, она гордилась чем? Она гордилась прежде всего тем, что она вот электронным таким образом накрывает колпаком и контролирует весь мир, понимаете, залезает всюду, во все партии российские, в ЛДПР, там, я не знаю, в Единую Россию, в каждый компьютер, в каждый смартфон, в каждый айфон, значит, мы контролируем весь мир, всю планету, для нас нет тайн, вот о чем они говорили очень давно, задолго до Сноудена, Сноуден, между прочим, он сюда прибежал, вот это все рассказал, это давно не было секретом, вы понимаете, о чем я говорю, да, это они как раз делали такие мерзотные вещи, так сказать, это они прослушивали, не побоюсь этого слова, Меркель, Ангелу, да, так сказать, а если бы только ее, всех подряд вообще, понимаете, так сказать, и во все дыры, что называется, да, и считали, что это нормально, да, так сказать, и что они на это, не то что имеют право, они вообще считали своей обязанностью вот это все, далее, ну, то есть, ребят, вы это делаете сами, так сказать, везде, во всем мире, так сказать, и считаете, что это такое благо воровское, что вы плачете тогда, значит, почему вы считаете, так сказать, что вот эти вот русские кибератаки, да, так сказать, это нечто, так сказать, а вы что, обнаглели, да, так сказать, это только мы можем всех прослушивать, и просматривать, просверливать, и так далее, нет, но они же попытались повлиять на выборы, там, то есть все, пятое, десятое, вы помните Панама Гейт, вот этот панамский скандал, когда неизвестно кто, ломанул, да, вот эту фирму, да, где офшоры, вот эти, да, там множество, так сказать, это что, так сказать, это банковские документы, да, это такая экономическая тайна, да, такой секретный секрет, и слили это немецким журналистам, да, потом журналисты там два года, или сколько, год разбирались с этим, да, а кто же это ломанул-то, вот эти офшоры, кто же это сделал-то, неужто снова русские хакеры, знаете, нет ответа на этот вопрос, только это, между прочим, произошло, вот, примерно в тот же период, до наших выборов, да, вот, в Госдуму я имею в виду, почему мы не кричали о том, что кто-то пытается повлиять на наши выборы, там, или еще чего-то такое, почему мы не говорили, что это сделали, так сказать, западные хакеры в погонах, почему, так сказать, мы не, при том, что совершенно понятно было, да, что, ну, кто интересант этого всего, ну, кому выгодно, да, так сказать, звучит вопрос, что нам отвечали, так сказать, западные либералы, какая разница, кто, так сказать, ломанул, да, вот это все, самое главное, правда это или нет, то, что там содержится в этих, вот, значит, рассекреченных файлах, но вот эта вот фраза, правда, это самое главное, правда это или нет, это забывается, когда речь идет, значит, о том, что вот кто-то взломал, значит, серверы демократической партии и передал кому? Викиликс, Викиликс, это тоже очевидно, так сказать, агент Кремля, Джулиан, не побоюсь этого слова, Асанж, да, так сказать, который отдыхает в посольстве Клодора, который там отдыхает и так далее, я просто хочу сказать, что это, я не хочу защищать и говорить, что там, значит, русские хакеры не могли чего-то сделать, да, могли сделать русские хакеры, могли сделать румынские хакеры, так сказать, думая, что работают на израильских, так сказать, офицеров, а на самом деле, так сказать, это были не израильские офицеры, а другие, или это были израильские офицеры, но они были завербованы, так сказать, ну, понимаете, в разведке очень часто по цепочке так идет, когда непонятно, да, на самом деле, ты-то думаешь, что ты там на Израиле работаешь, да, а на самом деле, это такой же израиль как в общем то сказать но я просто хочу сказать что это просто постыдно это постыдно когда главы разведсообществ говорят о том что вот у нас тут произошла такая атака которая привела вот к этому ребята вы это можете в посмертных записках написать перенод написать потом застрелиться потому что вы не выполнили основной своей функции а именно защита америки да от значит кровавого путина значит его хакеров да и после этого говорить да вы об этом говорите вы не приводите никаких доказательств вы говорите что доказательства у вас есть но они засекречены и предлагаете верить на слово фильм на день верь мне питер значит дорогие друзья вам бы можно было бы верить на слово если бы была бы у вас репутация как в анекдоте про василия ивановича который в лас-вегас поехал да и приехал оттуда с мешком денег да и петь как говорит а чё это там и будет в покер сели играть но и там один говорит у меня там три карты а другой говорит у меня коры я говорю вскроемся они говорят но джентльмены верят друг другу на слово вот тут петь как карта у меня и поперла сказал василий иванович так сказать и улыбнулся в сторону чемодана с деньгами понимаете вот зашифрованные доказательства которые мы никогда не приведем потому что мы не можем раскрыть методы нашей работы они привели к очень интересному такому результату когда допустим наши либералы вот дмитрий гудков такой беглый депутат если он был депутатом значит теперь он депутат бегает по разным радиостанциям и своими ушами слышал как он сказал не ну если у американских вот органов разведки они говорят что у них есть доказательства значит у них есть основания потрясающая фраза вот видно что парень из семьи чекиста раньше была такая фраза органы не ошибаются но ее говорили замшелые советские люди да вот из тех прежних органы не ошибаются если они уж сажают и расстреливают они знают что делают значит были основания считать тухачевского шпионом теперь тоже у нас органы не ошибаются только американские органы не ошибаются да так сказать они знают что делают да ну как но это же американские органы они всем известны они пробирками трясли они же возвращенные форме трахали так сказать стажерок в овальных кабинетах у них такая репутация им надо верить на слово конечно я понимаю что ваша ненависть у меня не ненависть у меня у меня не ненависть у меня не ненависть у меня сожалению и непонимание того куда катится наш мир потому что они обязаны были держать лицо вот что я вам хочу сказать давайте андрей про нас лучше поговорим про наш любимый я просто хочу еще сказать по поводу трампа который там все говорят что он там типа слился перестал резко быть там нашим другом и далее да никогда ни разу я не помню чтобы избранный президент да подвергался такой атаки со стороны своих же как бы да я никогда не знал что это нормально когда такая допустим элитная да значит корпорация как cnn образец журналистик нам всегда приводили да оказывается можно занимать одну позицию да то сказать и одну из сторон в конфликте оказывается во время выборов можно вставать на сторону только одного кандидата оказывается до такой же ну журналистский стандарт и эталон я хочу сказать что этот пример того как не должно быть это вот ну просто просто полная потеря всяческого лица с хакерами без хакеров то сказать да там с кровавой путинской габней без кровавой путинской габней да ты сказать братцы просто ну на вас весь мир смотрит давайте все-таки да американскую политику оставим америка главно плачут как вот ну просто как вот две девочки то сказать обнялись за заплакали то сказать успокойтесь вы пусть поплачут просто вспоминаются мои любимые стихи вот сегодня когда вот обама вручал байдену вот этот орденок и и всплакнули то сказать эти любимые стихи встретились два друга на вокзале а видимо не виделись давно долго обнимались целовались а пока вдруг не встал у одного понимаете вот такую я люблю поэзию я даже не удивлена навеял старик обама понимаете такие стихи поговорим про ситуацию которая сейчас происходит в петербурге принято решение смольным на передаче исаакиевского собора русской православной церкви решение как-то было принято внезапно неожиданно как внезапно кончился диван это еще одно мое любимое поэтическое произведение но у вас оно не должно уже так возмущать уже нет меня уже мало даже что возмущает кроме передачи исаакиевского собора введения русской православной церкви ond согласитесь что все таки если что-то строилось как церковь а собор напомним да который строился очень долго очень мучительно тоскольких никогда церкви не принадлежал он не принадлежал церкви на устроился как храм он не принадлежал церкви потому что очень сложное было устройство в царской империи в российской империи да потому что был такой орган как синод даты сказать потому что я вам так скажу у меня по поводу вот этой истории с передачи исаакиевского собора мне такая сложная эмоция такое устройственное отношение с одной стороны я понимаю что собор строился как собор как церковь стало быть там в общем то и предполагалось что будут какие-то вот именно религиозные православные обряды да что это все-таки храм не там собственно и происходит культовые сооружения не всегда они там происходили да там сложно было советская власть она внесла определенную про текущий момент внесла определенную сумятицу потом текущий момент потом то еще 5 10 я человек светский это вот то есть с одной стороны я считаю что если строилась как церковь то церковью наверное логично бы и быть просто есть иногда такие церкви до которые еще что-то кроме церкви и исаакиевский собор это музей и церковь не только церковь дата сказать но не только храм но и музей безусловно конечно так сказать согласен со второй стороны я светский человек я верующий человек да я православный хотя я не сказать что там идеальный православный я не соблюдаю постов там я не рассказывается стихи да я ахальник и иначе но я не но я при этом мы с детьми иногда там приезжаем там рождество пасха там да там какие то ну то есть я все-таки считаю себя я крещённый да я сознательном возрасте крестил сюда я никогда не хотел впадать в такую вот религиозную прелесть что называется да потому что мне казалось что любой любая степень фанатизма какого-то да значит она не хороша это свидетельство глупости и некая такая истовость да вот в вере она мне это неприятно и видите неприятно было бы в себе чувствовать да и поскольку я воспитан как человек светский да я ничего хорошего не вижу в клирикализации нашего общества а я вижу что она происходит и вот это вот передача исаакиевского собора русской православной церкви который я не настроен я по отношению к ней враждебно никоим образом да ну но я тоже вижу в этом определенный знак вот этого тренда да ты сказать вот этой вот клирикализации мне это не очень симпатично честно вам скажу потому что мне я не вижу в этом какой-то обязательности я не считаю что вот если бы он не был передан православной церкви то тут бы вот какие-то хляби небесные разверзлись бы и неисчислимые бедствия пришли бы на нашу землю я так не считаю да вполне себе в общем-то так как оно функционировало ничего плохого в этом не было да совершенно музей зарабатывал для города там и для себя для себя зарабатывать для того и никаким образом не притеснял верующих находя их приходящих в этот собор да да значит то есть вот с одной стороны церковь строилась как церковь и должно быть прежде всего церковью я вам сказал да это вот я так не по отношению к исаки а так вот умозрительно как бы с другой стороны да я вижу в этом вот этот шаг на пути к дальнейшей клирикализации мне это не нравится из третьей стороны меня не сильно захватила эта история честно скажу что я ваше вот возмущение такое всеобщее да не разделяю в том смысле что мне не кажется что на обычных гражданах таких как вот мы с вами это каким бы то образом скажется во первых но может быть не скажется сам сам вопрос в том как во первых это было сделано после этого когда это было сделано и голоса которые звучат против того тренда которым вы сказали теперь называются провокационными да это звучало из спикера зак собрания сейчас допустим высокий собор уже пожаловали господа казаки которых но только их там не хватало слушайте но казаки это всегда маскерад это всегда радость это всегда конфетти вообще бояться этих вот упырьков ряженых так сказать не стоит совершенно да это что казаки что вот эти вот офицеры россии там найти это такое же примерно отношение к воинскому сословию это все ряженые да это все шоу-бизнес это не аргумент да но мы живем просто в странном шоу-бизнесе я просто хочу у нас мост кадырова у нас доскам энергии мы доски энергии мы положим уже нет да мозг кадырова есть мне это не нравится и мне кажется что вот эта вот передача значит исаакиевского собора православной церкви она произошла на более высоком уровне чем питерский надо сказать что с дядей колей буровым таска директором музея я виделся на губернаторском приеме еще до нового года наступление он уже был как-то расстроен подавлен и судя по всему он узнал о том что принято решение и о том что патриарх додавил президента да и было решено передать я не думаю что у губернатора были какие-то ресурсы сопротивляться так сказать этому решению еще и вот третий вот если мы говорим о тройственном моем отношении я подумал ну вот правда в моей в моей жизни это мало что изменит я последний раз не обывательская точка зрения это точка зрения того что мы все как-то ну все равно защищаем и свои какие-то права да вот я мимо моста кадырова могу проехать меня это царапнет как-то да а я мимо исаакия как ездил да как любовался и у меня самое любимое исаакиевский собор надо поймать вот что исаакиевский собор колонны до что александрийский да ты сказал там сильный мороз а потом резкая оттепель они покрываются такой совершенно волшебный изморосью такой да такая такая как это назвать да это такое волшебное такое происходит и очень это недолго да потому что потом это все оттаивает и но а внутри я был очень давно меня это не красит я думаю что когда церковь будет этим всем заведовать а тоже легко и вы легко попадете туда значит сказать что церковь там все профукает значит прокакает знаете я думаю что у них дисциплины больше чем музейными работниками непонятно что будет другой вопрос что это наверное да разговор такой длинный еще вернемся мы это длинный разговор я вам еще раз говорю что вот у меня вот действительно позиция тройственная да с одной стороны мне не нравится с другой стороны я какую-то справедливость отчасти все таки признаю потому что здесь две правды все равно да вот есть правда ваша есть правда такая вот религиозная потому что они говорят но это же церковь и наверное правильнее всего было бы этот вопрос решить не так как вот решил там я знаю губернатор но за спинами у граждан да а наверное референдумы а референдум мне кажется бы не дал бы прав для передачи мне кажется что у нас все-таки вот большинство населения такое достаточно по-хорошему светское которая пока вы знаете я не вижу каких-то особых оснований для почему же мы с вами разглядели тренд знаете пройдет такой тренд это большой и космический мимикр у нас вот один из самых таких вот воцерковленных людей стал да сейчас спикер законодательного собрания который в общем до того служил в армии да и в общем-то это скрыть не был замечен в сильном религиозном рвении все меня и как как вам сказать когда в осмысленном каком-то возрасте человек вдруг но это просто конъюнктура момента бывает до момент меняется знаете в армии ведь было время вот когда я служил когда если офицер носит крест то это чрезвычайное происшествие во первых он не имел права носить крест даже если он верующий во вторых я помню прекрасно как у нас пытался уволиться один парень лейтенант переводчик вернувшийся из эфиопии его в эфиопии таскать шандарахнуло сильно да то сказать ну не он там миза из армии хотел они увольняли просто так и он значит сначала думал может запой устроить может еще чего там а потом выбрал идеальный значит у него все получилось да он прикинулся верующим он прикинулся сильно верующим причем он не пережимал он таким стал тихим он стал в буфете в офицерском значит что-то такое шептать над стаканом томатного сока да еще чего-то и все так что-то думал его там типа контузило в эфиопии значит такой вот это сам а он уволиться хотел и он вот так разыгрывал свою партию религиозную и достал такой момент когда его надо было отправлять в командировку в станицу кущевская в ту самую вот кущевскую там большой аэродром и значит там обучали летать курсантов из африки из стран ближнего востока и так далее а по законам того времени перед отправкой офицера в любую командировку его должен был вызвать к себе начальник штаба и замполит да и задать вопрос там товарищ там в данном случае лейтенант если какие-то у вас основания не отправляться в командировку потому что должно было быть формальное согласие вот они вот вызвали этого который он такой сидит такой благостный и мы все там от инструктировали в конце задают вопрос товарищ лейтенант если какие-то основания чтобы вы не могли быть направлены в командировку в станицу кущевская это это а он так смотрит на них а мне все воля божия нет он круче сказал мне все равно где выполнять свой долг перед отечеством товарищ полковник лишь бы поблизости был православный храм что тут началось что тут начало полковника стали орать что это баптист что развели понимаешь опиум для народа что значит это самое почему баптист не знаю он вообще-то ну православным прикидывался вот уволили в течение двух недель я по поводу армии по поводу так сказать отставных армейских я по поводу андрей дмитриевич то время по поводу старого нового года да и про то что время наше уже вышло поздравлять будем всех сейчас немедленно с наступающим старым новым годом последним праздником в череде длинных новогодних и встречаться кто не посмотрел фильм викинг в прошлом годе это сказать она применением переходит резиновая бомба будет продолжать прыгать так сказать в новом годе да смотрите фильм викинг смотрите новые пресс-конференции трампа ну и будем ждать новых слез обамы вот что еще сказать о фильме викинг а ну ладно хорошо досковый следующий старым новым годом счастья удачи здоровья веселье удачи